всем привет с вами сергей проект по и рубрика книжные покупки давайте вместе посмотрим что я себе прикупил надеюсь что из этого вам понравится в любом случае буду рад вашей реакции можете смело писать в комментариях что из этого читали что из этого собираетесь купить и ну и просто порадоваться вместе со мной так начну с издательства аисте серия которая собрана у меня в большом количестве очень много томиков я скупил я практически покупал до определенного времени вообще все книги потом когда цена росла 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 то у меня в корзинке все больше накапливалось и там до сих пор еще не знаю может книг уже 10 есть которые вышли в этой серии которые себе еще не прикупил но мимо этого автора я пройти не мог я прикупил первый томик который вышел и вот сейчас показываю вам следующий том вверх серии которые называют под мартина называется мастера фантазии но автор про которого я говорю это харлан элисон и его сборник эликсиры элисона этот следующий сборник называется от глупости и смерти даже здесь внутри можно понять что-то следующая часть может начинается он с девятой кровь сердце потом десятая ночи дни в старый добрый гулижути потом петарды и виселицы и прочее прочее послесловие хорлана элисона и это автор который внес огромный вклад в развитие фантастики фэнтези ужасов это автор который получил огромное количество наград 10 юга 5 не был 18 локусов 6 премии брэма стокер и целый рост других наград это что-то да значит поэтому обязательно если вы не знакомились ни с каким из произведений хорлана элисона исправьте этот недочет и прикупить себе как вариант это как раз таки прикупить себе вот такой томик глупости или смерти или предыдущий свой первый и понять чем этот автор крут потому что здесь собрано разные его рассказы повести из разных сборников так тут даже кто-то ну как лучшее такое собрано собственно даже он по-английски там пятидесятилетию 50-летняя ретроспектива тут как там там называется но в общем в любом случае действительно очень знаковый классный сборничек я буду рассказывать про отдельные рассказы хорлана линсона и думаю этот автор достоин того что даже просто про его рассказы поподробнее вам рассказать далее серия который для которой я как раз завел по просьбе в комментариях отдельно еще плейлист который называется вселенная стивена кинга в этой серии я скупил практически тоже все но еще чем отличается от этой потому что она давно мастера фантазии собирается в серии вселенной стивена кинга я прочитал большинство книг очень много отзывов на канале есть итак следующий томик я хочу вам показать автор лесли пауз-хартли и этот сборник называется ночные страхи тут говорят что большинство читателей имя лесли пауз-хартли ассоциируется с романом посредник но я который не читал но самом деле он начинал как автор макабрических рассказов некоторые из которых может уверенно назвать шедеврами британской мистики 20 века здесь будут истории про привидений про призраков как вам мстительный призрак поглощающих своих жертв изнутри ужин с покойником чудовище обитающие на дененном острове здесь все сюрреалистическое серьезное ироническое включается и мотивы фэнтези фолькморных историй о привидений он берет наши страхи и показывает тут пугает тут я как понимаю и стивен кинг отзывается естественно положительно о нем переводы здесь я смотрю покидаева и шепелева большой довольно сборник я попробую я действительно этого автора не читал но который раз повторю что в этой серии я для себя действительно новых авторов открываю кайфую от этого в составителю просто огромный респект поэтому я думаю тут тоже будет у меня много эмоций что-то необычное что-то запоминаешься тем более история про призраков казалось бы избитая тема но сейчас например давно уже на такую тематику я не читал в крайнем случае если не возьмусь конкретно за этот томик после прочтения только некоторые сейчас считаю я все уже добиваю буду решать что буду читать следующее вы можете в комментариях подсказать что почитать не следующий на что вы хотите чтоб я отзыв написал так вот в крайнем случае я тогда возьмусь за вот этого автора это джеймс дешнир и его роман здесь это роман дом безгласия здесь не обещают что это будет что-то пугающее триллер какой-то большой потому что вместо действия 1989 год небольшой городок тут плашны плантации табака хлопка кукурузы и в этой глуши два мальчика подростки дэвид и андрея гуляют в лесу натыкаются на местного жителя который сидит на корточках перед безжизненным телом и отпиливает голову страх окутал городок но через несколько дней происходит еще больше еще больше преступления и который касается непосредственно дэвида и вот спустя сколько там лет 2017 году дэвид привозит своих детей на семейную ферму бабушки и дедушки и вот кровавый кошмар казалось бы похоронен много лет назад снова заходит на увиток мишени маньяка выбран сын дэвида тут будет маньяк противостояния прошлые тайны какие-то вот буду и такое изучать я же говорю настолько разноплановая литература в этой серии что просто диву даешься но опять же для меня каких-то новых авторов открывая эмоция получаю постоянно там-то книга месяца у меня то шок-контент какой-то в этой литературы по крайней мере ну я то что читал не оставляла меня равнодушным так точно эта книга думаю тоже вас не останет равнодушным это уже издательство эксмо и автор который взбудоражил мне кажется книжную аудиторию он популярен он в китайский фантаз который фурор произвел свои трилогии о прошлой земли и сколько там уже отзывов восторженных я как давно ее читал рекомендовал я все началось скупать этого автора люци сини его зовут и его хорошо издают у иксмо и теперь выходит вот такой вот сборник и так люцицы удержать небо и здесь да тут написано от создатель трилогии задачи трех тел но трилоги мы понимаем что называется легенда прошлом земли насколько так помню называется правильно а задача в тело то первый роман просто что он нашумевшие название и сериал там готовится поэтому задача трех тел вот чтоб обложка привлекала внимание так и написали как обычно издана но с супер обложкой внутри есть вот за что я всегда респектую издателям что вот какие произведения уже вышли можно посмотреть про очень много из этого я вам рассказывал и про отдельные книги про сборники которые уже выходили надо будет читать еще и про этот сборник потому что тематики здесь как обычно интересные я тут короткую читал аннотацию здесь нам намекали и что здесь будет и про здесь нам уже намекают какие интересные будут сюжеты в сельско-горной общине школьники должны использовать свои знания физики чтобы предотвратить вторжение инопланетян в угольных шахтах севера китая новейшие технологии либо спасут жизни либо вызовут катастрофу последствия которые будут длиться сотни лет в мире почти как нашим супер струнные компьютеры предсказывают каждое событие каждый шаг каждый душевный порыв большое количество здесь этих рассказов с удовольствием и буду их прочитывать я уверен в авторе поэтому возможно я не буду читать сразу весь сборник а буду так переключаться захотел прочитал там один рассказик потом спустя некоторое время еще другой и получаешь удовольствие от размаха там много другие акценты в повествовании там менталитет другой это чувствуется вот когда читаешь этого автора не этим он и запоминается двигаемся дальше следующая книга это все еще издание и аисте они продолжили к сожалению я еще не прочитал первую книгу но рад тому что вышла следующая книга прикупил мне говорили что он действительно толковая вещь человек который уже прочитал я доверился и вот прикупил второй томик от эвана уинтера и называется он огни возмездия мне нравится шутую обложку сделали тут с переливом не на этом вам видно или нет и 18 плюс ты значок эта серия фэнтези открытие в которых я периодически книги прочитываю вам рассказываю вот и может быть как раз это уже повод чтобы первый томик прочитать и сразу и второй не читает сзади аннотацию вот вижу что радуются тут кто питер бред и джеймс алинтон известные нам имена и кстати ван унтер лауреат премии фэнтези эворд в номинации лучший дебютный роман вот такая уже стопочка выросла и финальная на сегодня книга это будет не фантастическая книга не фэнтезийная но от автора в этом жанре я говорю про книгу вадима панова наверное очень много я делал отзывов на его творчество с автором даже переписывался когда-то в контакте он даже мой отзыв как-то расположил на своей странице такое-то когда было давно но когда только-только стартовал для меня это было вау крут крутой эффект вот и теперь автор написал в жанре нон-фикшен видите вышло узнать стану бомбор у меня вы наверно от этого издательства практически вообще нету книг называется книга симулятор безумия как четвертая промышленная революция превратит homo sapiens homo service то здесь будут про будущее здесь будут про к чему это все ведет наше развитие технологии всегда интересен даже его блог почитать то есть тут и размышления о развитии человечества искусственный интеллект и как все сейчас меняется такие вещи полезно почитать посмотрим как вадим панов нон-фикшен сможет знаешь сейчас выставка в москве проходит или прошла и там как раз он будет презентовать эту книгу ну толковый автор посмотрим как он других жанрах сможет но я думаю как минимум потому что мне фантастические вещи тоже нравится какие он там как думает как человечество будет развиваться а здесь когда еще такие можно как большой сборник статей думаю тоже будет интересно итак получился вот такие у меня книжные покупки вот такой столбик из книг меня получился надеюсь что то из этого вас тоже заинтересует можете смело писать что мне почитать в первую очередь я пока планирую что-то почитать из вселенной стивена кинга но вы можете меня переубедить вот читайте хорошие книги пишите комментарии ставите лайки не забывайте подписываться на канал а с вами был сергей проект по пока